Музыка Идея этого, ну скажем честно, неожиданного события родилась отчасти спонтанно, отчасти в обсуждении с близкими мне людьми. Первым толчком для того, чтобы провести это мероприятие, было то, что по всей Украине прошли акции, напоминающие гей-парад. Второе, что три недели назад, если не ошибаюсь, в Норвегии прошел первый в истории гей-парад детей. Среди моих друзей, у меня лично, возникло определенное ощущение, что мы остаемся какими-то на обочине событий. И мы все считаем, мои друзья, которые принимают участие в этом мероприятии, считаем, что да, мы живем в эпоху гей-культуры. Да, это сегодня реальность. При этом, я повторяю, это культура. Это не какое-то жлобское поведение. Но когда мы видим, как реагируют на проявления этой гей-культуры люди, которые окружают, обычно сопровождают со стороны гей-парады, мне становится стыдно не за участников этого парада, а за тех людей, которые на них кричат, гавкают, бьют их и оскорбляют. Это не способ, в моем понимании, реагировать на подобные вещи. Поэтому у нас, у меня, у моих друзей родилась идея ответить, скажем, толерантными способами, способами культурными на это мероприятие. Что мы придумали? Мы придумали такое мероприятие, как китс-парад. Китс-парад по-английски обозначает детский парад. Это своего рода буквально не анти-гей-парад, а это проявление нашей гордости. Потому что, допустим, гей-культура позиционирует эти мероприятия, общественные мероприятия, как гей-прайд-парад. Дословно по-английски парад гордости геев. А чем, собственно, гордятся геи? Мы считаем, что они гордятся тем эпатяжным поведением, которое они проявляют. Нет, неправда. Они гордятся тем, что они не скрывают свою сексуальную ориентацию. И в этом смысле, честно говоря, меня даже это устраивает. Но у меня есть моя сексуальная ориентация, у меня есть мой образ жизни, и я хочу его тоже пропагандировать. Поэтому мы придумали такое мероприятие, наверное, впервые, точно впервые в Украине, а может быть не только, которое будет показывать нашу культуру, нашу семейную культуру. И первое, что мы решили сделать, это собрать красивых мам, красивыми детьми, в красивом городе, маленьком, очень красивом городе, недалеко от двух границ, венгерской и румынской, собрать красивых мамочек с красивыми детьми, сделать им офигенно красивую фотосессию, попоить их кавой, и показать, что у нас есть тоже гордость за наше поколение, и мы хотим отстаивать свою, ну, скажем, культуру. А все остальное, если можно, расскажут мои партнеры, мои друзья, которые принимают в этом участие. Я керевник студии «Дитячего розумашки», Данкович Наталья. Беру участь в этой акции, потому что она мне понравилась, она очень добрая акция. И так как я работаю с детьми и с батьками, то я вважаю, что нам есть чем пишаться, и нам нужно этим пишаться и это показывать, про это рассказывать, этим гордиться. Я беру на себе таку информативную галузь, буду информовать своих родителей, и запрошу долучаться до этой акции. Я администратор группы «Кавилюем и фиглюем», это такой паблик в фейсбуке. Почему я решила принять участие в этой акции? Потому что мне нравятся такие акции, и я бы хотела поделиться красой своих детей, оскільки наши дети самые красивые в целом свете. Вот я принимаю такие акции «Китс-парад». Что я хочу конкретно сделать в этой акции? Я хочу пригласить вас всех файным кавилем от нашего администратора. Специально он для нас его приготовит, эксклюзивно тут будет всем. И просто хорошо провести час вместе с нашими детьми. Друзья, самое главное, сам «Китс-парад» состоится 5 августа этого, естественно, года, в 6 часов вечера, когда спадет жара, и здесь будет очень красиво и прохладно. Мы приглашаем всех самых красивых мамочек, самыми красивыми детьми, и сделаем фотосессию очень выдающегося, прекрасного мастера детского фотопортрета, Любы... как Любы зовут? Штефан. Любы Штефан. Приглашаем вас принять участие, попить каву и получить офигенно красивые фотографии. Мы вас ждем. Приходите.